Минус 20? Это что, холодно? Не смешите меня. Ещё пару дней назад многие сказали бы именно так, а на деле минус 20, а по ощущениям все минус 30 оказались не то чтобы непреодолимым, но всё же испытанием. Задерживая дыхание и поворачивая ключ, большинство автолюбителей завели своих ласточек. Благо, для машины минус 20 – это действительно минус 20. Постукивая лопаткой, с нетерпением ожидая тёплый автобус, встретили морозы пассажира общественного транспорта. На остановках немноголюдно, зато находятся места для всех живающих в салонах. Несмотря на работу нескольких обогревателей, окна красных машин в ледовом плену. Машина не завелась, пришлось пешком. Как-то неожиданно был сюрприз. Последние как минимум 7 лет погода вообще у нас поменялась. Тёплая. Не знаю, куда морозы пропали. Мне наоборот нравится то, что холодно и сухо, чем тепло и влажно. Нипочём морозы и рыбакам. Как удаётся рыбачить по несколько часов на таком холоде, делится неохотно. Разве что говорят о привычке и, конечно, тёплой экипировке. Рыбаки вообще народ закалённый, так что поэтому они не боятся никакой погоды. Настоящие рыбаки. Если хорошо экипироваться, то и не чувствуешь холода. Вот и всё. Тот, кто когда-то был на рыбалке, поймёт. Это, ну, в Вене не знаешь. Ещё холоднее на северо-востоке республики. На Бережно-Челнинском центре социальная адаптация ажиотаж. Все 50 мест заняты. В основном здесь принимают тех, кто остался на улице без крова. Количество обращений приходится на этот период в основном. Потому что начинается температура снижаться, соответственно, и условия содержания в подъездах, на улицах и так далее, они не могут там быть. С минус 12 до минус 31. И резкое похолодание отступать, похоже, не собирается. В воскресенье на дорогах сохранится голоделедица, а морозы продолжат гостить в республике. Слава Тухмадулина, Мерзалеша, Гузель Шигапова, Ленар Султанов, ТНВ, Казань, Набережная, Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова